АЛЕФ 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 Персидской империи, которая стала наследницей, наследовала власть от Вавилонской империи, и когда один из очень, скажем так, весомых людей в государстве персидском на тот момент, Аман, задумал уничтожить евреев, эта угроза была более чем реальная. То есть угрозе уничтожения, это распространялось, то есть эта угроза нависла над всеми евреями, которые были на тот момент вообще на земле, потому что все они были под властью Персидской империи. И поэтому и спасение, которое тогда произошло, то есть по мере угрозы и радость от спасения, она пропорциональная, та радость, которая в Пурим, она, пожалуй, выходит за рамки всех других радостей, всех других праздников, которые у нас есть. Я слышал, ну это написано на самом деле в Талмуде, что в древние времена раввинские суды, ну то есть это когда еще был храм, например, да, действительно в древние времена была специальная, так сказать, народная дружина, назовем, которая в празднике следила за порядком, да, чтобы не выпивали лишнего, чтобы не веселились чересчур сильно. Это было и в праздник Суккот, и в другие праздники, кроме Пурима. Пурим, тут нет контроля. Нет границ. Да, здесь это та радость, которая выходит за границей. Пурим, история Пурима, ведь это была большая империя, 143 или 147 государств в нее входило. Огромное количество, и министры там были, в общем, достаточно разумными людьми. И вдруг один из влиятельных, компетентных, скажем так, реальных политиков этой империи задумывает геноцид всего народа из-за того, что ему не поклонился какой-то человек, который сидит у ворот. Может ли вот такая вот мелкая, бытовая, незначительная, не вещь стать основой для того, чтобы вдруг возникла вот такая страшная угроза? Просто взял и обиделся? С одной стороны, это звучит как что-то невероятное. С другой стороны, мы сплошь и рядом сталкиваемся с вещами в поведении людей неразумными и нерациональными. Например, когда есть где-то в одном коллективе два человека, которые обладают знаниями, опытом и тому подобное. Достаточно часто между ними возникает некая такая конкуренция, которая даже может довести их до реальной ненависти друг к другу. Хотя, казалось бы, наоборот, они могут друг другу помочь и много получить друг от друга. Когда рядом со мной умный человек, это же и мне хорошо, и мне выгодно. А зачастую это приводит наоборот к конкуренции и к неким разрушительным действиям по отношению к тому другому, который самим своим существованием заявляет, что я не самый-самый. — Мы знаем, в истории много примеров, в еврейской истории огромные, когда тот или иной человек, который по тем причинам обиделся на еврейский народ или имел лично какой-то неприятный опыт, выкресты, которые становились врагами еврейского народа, или они уже были врагами, просто им нужен был какой-то повод? Или повод может стать причиной? — Ну вот, как раз историю с Пуримом мы рассматриваем, что это всего лишь был повод, конечно же. То есть, поведение Амана, у него были достаточно глубокие, старые причины настоящие, и поэтому мы говорим, что у нас в Пурим война не самим Аманом, собственно. Не то, что был какой-то министр, плохой человек редиска, и значит, мы его победили, ура! Тогда нечего было бы праздновать этот праздник из поколения в поколение. Мы видим в этой истории некий смысл вневременной, который, с одной стороны, связан с причинами, которые были до истории Пурима, а с другой стороны, имеет значение для поколений, которые после Пурима. Мы говорим, что в Пурим мы воюем с явлением, которое называется Амалек. И Аман, он как раз из потомков Амалека. Он потомок царя Агага, того самого царя Амалекитян, которого царь Шауль не уничтожил в первый же момент, когда тот попал в плен, оставил ему, по крайней мере, на одну ночь жизнь. Амалек – это некий архетип, скажем так, это некий символ, который символизирует человека, который ради отстаивания собственных амбиций готов идти на разрушительные действия по отношению к другому, на вообще иррациональное поведение, как, собственно, сделал и сам Амалек первый раз, когда этот народ упоминается в Торе, когда этот народ вышел, собственно, из своей страны, ринулся к евреям в пустыню, когда реальной физической угрозы евреям никак не представляли. Напал на евреев в пустыне, без реальных шансов на победу, потому что это была ситуация, когда всем народам было видно, когда Всевышний защищает евреев из-за и ради евреев Всевышний, скажем так, перевернул вверх дном Египет. В этот момент нападать на евреев – это просто безрассудно. Амалек, мы видим, и физических причин не было нападать, и сам поступок безрассудный. Единственное объяснение, которое дают мудрецы-комментаторы, что Амалек – это был такой тип, который просто не может выдержать, когда есть рядом кто-то более великий, чем он. Не может выдержать чужое величие. И это то, что объясняет, на самом деле, Пятый Любавицкий Рэбб про поведение Амана. Аман, вот в этом смысле, то, что касается амбиций, это человек, который тоже называется не в себе. Он заставляет всю столицу кланяться ему. Зачем, спрашивается? Уже на этот момент этот человек обладает очень большой властью. Денег у него больше, чем у самого царя. Комментаторы объясняют, что то, что потом Аман, скажем так, подтолкнул и выпросил у царя Ахашвейроша указ, дающий ему право уничтожить целый народ, и за этот указ Аман пообещал царю денег. Он в открытую предлагает царю взятку, и царь ее берет. И комментаторы объясняют, что у царя было достаточно стесненное в финансовом вопросе положение на тот момент. А у Амана были деньги, у него были финансы, он был богаче, чем царь на тот момент. Итак, власть у него есть, положение при дворе есть, он первый министр. Деньги у него есть, что еще ему надо? Он заставляет, чтобы все жители столицы ему кланялись. И этого еще мало. Когда один не кланяется, какой-то там мордыхай не кланяется, Аман не может спокойно спать. Ребе Рашаб объясняет с психологической точки зрения эту ситуацию, что Аман это человек, скажем так, внутри себя очень неуверенный, все время сомневающийся. И чтобы ему доказать, что он нечто, что он некто, ему нужно все время, чтобы извне это подтверждали, чтобы ему кланялись. А когда кто-то один хотя бы ему не кланяется, это как будто ему выписали справку, ты ничтожество. Он не может это вынести. Это то, что движет Аманом. К сожалению, скажем так, было бы все просто, если просто был такой негодяй Аман, которого надо победить и все. Тора, и так мы и относимся к Торе, и всегда относились к Торе, что Тора дает урок нам самим в нашей жизни. Это значит, какое-то зернышко подобного Аманства есть у всех нас. Другими словами, вот такой момент, когда наши амбиции или стремление защитить наши амбиции, они настолько нами могут завладеть, что мы даже, у нас родится стремление уничтожить другого, который в чем-то более способен, чем мы, более умен, чем мы, или что-нибудь в этом роде. Вот это нам предписано контролировать, скажем так, а в Пуре вообще уничтожать. То есть, так же, как мы пытаемся бороться с самим собой в праздник Песок, изгоняя хомет, из себя, из пространства, всю закваску, так в праздник Пурим за месяц до Песок, а мы стараемся уничтожить собственный комплекс, возвеличивание за счет других. Называется, не дам тому, чтобы... Во-первых, наверное, не случайно, что это действительно Пурим ровно за месяц перед Песохом, наверняка есть какая-то связь, потому что и там, и там, получается, речь идет про амбиции. Интересно, чем мы лечим эту проблему под названием Аман? Мы пьем, мы даем подарки, мы помогаем нищим. То есть, что мы делаем? Первое, подарки нищим и подарки друг другу – это некое создание и укрепление единства между нами. То есть, мы одно целое. Мы не «я» и есть другой, которым угрожает величие моего «я». Мы одно целое, мы один народ, мы вместе. И только как целое мы значим. Вот это ощущение «я» как часть целого. Это во-первых. Во-вторых, по поводу пира, собственно, мудрецы говорят, что есть обязанность в Пурим устроить пир, потому что все чудо Пурима, все события Пурима, они происходили и решались с помощью вина. Начало истории Пурима, как это описывается в свитке, Эстер, это Ахашвирош, устроил пир. Результат этого пира – он казнит свою царицу Вашти. Результат этого – Эстер становится царицей. Совершенно неожиданным, невероятным образом, грубо говоря, за неделю до того, никому и в голову не пришло бы, что еврейская девушка станет царицей Персидской империи. Неожиданная ситуация разворачивается так, что Эстер становится царицей. И дальше, когда узнает Эстера Бугрозе, который исходит от Амана и от указа, который подписан царем, она опять же устраивает мини-пир, приглашает на него Ахашвироша и Амана. И там, в ходе этого пира, опять же решается вопрос, совершенно неожиданно, вдруг царь решает этого Амана повесить. И вся ситуация переворачивается. Чудо-пуримо, что все из самого негатива вдруг переворачивается в позитив. И все это решается вином. Что делает вино? Но суть процесса, который делает вино, говорит, вино лишает нас подхода определенного к жизни, подхода на основе логики, взвешивания вещей, что ценно, что не ценно. Убираем логику. До такой степени, что убираем даже логическую разницу между тем, что вот благословенный и хороший и праведный Мордыхай и проклятый Аман, мы их различаем почему? Они для нас отличаются. Ну как, этот хороший потому что, а этот плохой потому что. Хотим быть похожи на Мордыхая потому что, не хотим быть похожи на Амана потому что. Есть ситуация, когда человек себе говорит, я человек не потому, что лучше быть человеком, чем животным, я человек и это так. И мне даже в голову не приходит перестать быть человеком. Я еврей и это так. И мне даже в голову не приходит. Цивилизационный выбор не потому, что это выгоднее, и потому, что это обоснованнее, а потому, что ты таков, каков ты есть. Открыть себя. Душа моя такова. Душа моя лежит к этому. Я еврей и точка. Не потому, без потому, что я хочу быть как Мордыхай, я хочу быть похож на праведника. Так лучше, так выгоднее. Не потому, что так лучше, так выгоднее. А потому, что так, подняться выше уровня знания. Когда я поднимаюсь выше уровня знания, то я могу понять, что я это я, вне зависимости от того, кто-то умнее или глупее. Я никогда не буду лучше других, я никогда не буду хуже других. Я всегда останусь собой. Я перестаю сравнивать, я перестаю давать все время оценки. И тогда теряется потребность, уходит вот эта потребность и необходимость унижать другого или уничтожать другого, чтобы перестать чувствовать, что я там хуже, и он как-то умаляет мое величие. То есть ты сравниваешь себя с самим собой и со своей меркой, а не с другими? Ну, скажем так. Но вот было сказано, что вино помогло решению проблемы. Насколько я помню, ведь главным способом, главным оружием, которое применили евреи против Омана, был пост, была трехдневная молитва, было собирание детей, чтобы они учили Тору. А вино это было уже, так сказать, тактическое, а не стратегическое оружие. Как бы ни было, но тем не менее, мы видим, что каким-то мистическим образом вино объединяет все эти события. И то, что мудрецы говорят, что действие вина, это что, как говорится, что у трезвого на уме, это у пьяного на языке. Но мудрецы немножко по-другому. Эта мысль выражает, что входит вино, выходит тайное. В простом смысле этот человек начинает болтать не в меру. Но на более глубоком смысле вино обладает способностью, да, обладает способностью довести человека до свинского состояния, но, с другой стороны, вино также обладает способностью дать возможность раскрыться каким-то более глубинным уровням души, которые стоят за логикой, за вот этой разумностью и взвешиванием. Пост, раскаяние, изучение Торы, которые были в Пурим, все вместе это объединено одной темой, которую можно назвать безотчетное следование за Всевышним. Раскаяние, безотчетное следование за Всевышним, потому что в тот момент это действительно было безотчетное следование, никакой выгодности в этом не было, даже никаких шансов на успех это не давало, особенно если мы учтем, что Мордыхай организовал, чтобы дети учили Тору, ладно бы, если они хотя бы учили те части Торы, которые явно как-то дадут знания, и помогут, и поддержат, как выжить в этой сложной ситуации. Но они вообще не об этом учили, они учили об устройстве храма. Ну, казалось бы, такая сложная ситуация, угроза, там буквально за окном стоят люди с мечами, и готовы убивать евреев, они учат про храм. Вот реально просто, ну люди как это, не в реальности находятся. Но Мордыхай понимал, что это момент, когда возникла угроза над евреями, и чтобы увести эту угрозу, евреи должны проявить свою готовность идти за Всевышним. Безотчетно, безрассудно, без взвешивания выгодности или невыгодности, а это связано с самыми глубинами еврейской души. Вот та глубинка, та пингтел и аиден, та еврейская точка, в которой евреи могут почувствовать, я еврей, и мне не надо ничего другого. Мне так хорошо не потому, что так лучше, чем у соседа, а просто потому, что это я. Вот раскрытие этих глубин может поспособствовать вину. То есть ты как бы уходишь, убираешь рациональность, убираешь сознательность, и подозреваем, что внутри человек, вот если снять с ним цивилизованный, цивилизованный вот этот вот рацио, законы, пиджаки и правила цивилизованного общества, что если это все снять, человек там внутри окажется, ну скажем так, не крокодилом. Не интеллигентным крокодилом. Мы не просто подозреваем, мы уверены, что евреи, по крайней мере евреи, я не буду говорить за всех, но евреи это существо иррациональное. Мы регулярно это видим воочию. Непонятно, чего вдруг, не знаю там, то ли во времена перестройки, то ли во времена застоя, то ли во времена независимости, то ли еще что-нибудь, вдруг приходят евреи в синагогу, говорят, я хочу одеть филин, я хочу узнать про евреи, чего вдруг. Ну, то есть, ладно бы это предоставляло какие-то выгоды, но очень часто евреи это делают в такой ситуации, когда никаких выгод нет. Когда вдруг евреи в концлагере решают зажигать ханукальные свечи, или что-нибудь в этом роде. Вот это, вот это самое иррациональное составляющее еврейской души начинает кричать и проявляться. Вот особо подходящее время для проявления этого уровня души, это Пурим. Не случайно Пурим сравнивается с Йом-Кипуром. Йом-Кипур это когда мы совершаем сам, вот идем на самые высокие, так сказать, уровни раскаяния и готовности следовать за Всевышним. И это приводит искупление, это приводит очищение, когда еврей как будто может заявить, вот все грехи, это был вообще не я, это было по ошибке. Сейчас я чувствую, я вижу себя таковым, что если бы я чувствовал себя, так как я чувствую сейчас, я бы все это не делал, это как будто было не со мной. Пурим, он в чем-то даже выше, чем Йом-Кипур, потому что, во-первых, даже в самих словах, Йом-Кипурим, Йом-Кипур, да, можно прочитать как день как Пурим, только некое подобие, а оригинал это Пурим. Второе, в Йом-Кипур, чтобы дойти до этого уровня отшувы, нам нужен целый день пост, целый день в синагоге молиться, целый день, нам нужно что-то сделать с собой. Вот, как бы, естественно, таким я быть не могу. Это Йом-Кипур. А в Пурим, я просто такой, я живу такой, мне не нужно ничего специально из себя изображать. можно прямо противоположными вещами, как постом, молитвой и подавлением ангела, отрывом от всего земного, так и прямым участием. Но, другими словами, Пурим в чем-то это более величественный день, даже чем Йом-Кипур, потому что я могу ощущать себя, что я еврей, неразрывно связанный со Всевышним, даже без сомнений, без побочных мыслей, и при этом я так кушаю, пью, сплю, пьянствую, дарю подарки, принимаю подарки. Я в принципе такой, я во всем такой, я в душе такой, я в физической жизни, в телесной жизни, в материальной жизни, я такой. У нас есть четыре заповеди Пурима. Это свиток эстер, это помощь бедным, это посылание явств в друзьям, и это пир. Но есть пятая, и может быть, наверное, самая главная заповедь, это пост накануне Пурима. И в этом году посты Пурим разорваны. Разве может быть, что пост в одно время, а через несколько дней Пурим? Связаны они, или это две разные совершенно вещи? Надо, я считаю, обязательно надо прояснить ситуацию с точки зрения еврейского закона. Пост эстер это вообще обычай. То есть, если у нас есть Йом-Кипур, что это заповедь Торы, есть девятая Ава, семнадцатая Томуза и десятая Тевета, что это постановление мудрецов поститься, пост эстер это обычай. Во-первых, когда эстер, собственно, постилась во времена, собственно, событий Пурима, это действительно, это был пост, во-первых, трех днев, во-вторых, это вообще было во времена Песаха, а не во времена Пурима. По обычай, в память об этом отпаститься один день, и этот пост называется пост эстер. Как во времена Песаха? секунду, секунду, ну, так. Тогда нависла угроза над еврейским народом, угроза уничтожения. Она постилась во времена Песаха? Эстер, как пророчица, сказала, А чудо случилось с Пурим через год? Это же было развитие событий. Мордыха ей сказал сначала, что надо что-то делать, она объявила пост, и потом дальше события развивались и развивались, это не один день. Все действительно, вся история Пурима, если взять свиток эстер прочитать, это почти год заняло. И потом, после того, как погиб Аман, ведь еще год прошло до, когда евреи получили возможность. Освободились, да. Потому что указ-то действовал в течение уже Аман был не звергнут, а указ действовал. Нет, вот в сам день Пурима, это на сам день Пурима, получается, на дни Пурима, на дни Адара был указ Амана уничтожать евреев, и на эти же дни победа была, что Ахашвиро ждал разрешения защищаться. Вот это, собственно, праздник Пурима. всю эту историю, связанную с этими днями, но события происходили в разные дни. Да, конечно. Ну, так же, как выход из Египта, тоже продолжался почти год, а празднуем неделю. И в этом году мы празднуем его пост эстер празднуем, соблюдаем. Вот теперь, что у нас получается с постом эстер? Во-первых, обычай поститься накануне Пурима, мы теперь раз в этом году Пурим попадает на воскресенье у нас, значит, тогда получается поститься в субботу, но в субботу нельзя поститься. Просто так в субботу не постятся, суббота это день трапезы, удовольствие. Значит, по логике вещей надо куда-то его двигать, отодвигаем раньше. После Пурима уже нет смысла поститься, отодвигаем раньше. Теперь, вообще, поскольку этот пост обычай, то законы его достаточно мягкие. То есть, важно сказать, что если человеку, у него какие-то недомогания, болезни, он может не поститься. А он не отменяется, например, каким-нибудь там выполнением митцвы, митцвы, саудат-митцвы. Пост есть пост. Даже если делается обрезание. Вот если делается образание и так далее, там есть варианты, но в общем для... То есть, по окончанию трактата... То есть, это, скажем так, это не так, как пост первенцев, где можно устроить окончание изучения трактата какого-нибудь Талмуда и, значит, прервать пост таким образом. Нет, пост эстер так не... То есть, пост эстер у нас 13 апреля в четверг, как обычно, от рассвета до выхода звезд, дневной пост. Да. Еще важно заметить, что точно так же, как проблема поститься в субботу, также есть проблема поститься в пятницу. Потому что это день накануне субботы, где уже, так сказать, субботой пахнет. Поэтому пост эстер отодвигается на четверг. Вот если кто-то вдруг забыл, что в четверг пост и в четверг начал кушать, и тогда у него есть шанс номер два, он может отпаститься в пятницу. Я перепутал. 13 марта, конечно, не апреля, конечно, 13 марта пост эстер в четверг, а 16 марта уже сам праздник Пурим. То есть, мы отмечаем, начинаем готовиться к Пуриму постом и очищением в четверг, потом святая суббота, подготовка к святой субботе, сама суббота, а воскресенье уже вечером в субботу начинается сам праздник. В пост эстер, в Пурим, поскольку у нас есть заповедь дважды за пуримские сутки, в начале Пурима, и днем в Пурим послушать чтение свитка эстер, будет происходить во многих местах в городе, ну, конечно же, и в синагоге Золотая роза тоже. Первое чтение это в субботу вечером, на исходе субботы, наверняка, как обычно, соберется очень много людей. В кармановых костюмах, яркие костюмах. Праздник, и дети, это веселье, вот, и во время утренней молитвы, в воскресенье, утром, будет повторное чтение свитка эстер. Еще раз, это не дубли, это не то, что нужно послушать один раз, и одного раза хватит, есть обязанность послушать два раза. Что ж, я надеюсь, что к празднику пурим все тучи развеются над нашей страной, над Украиной, над Израилем, что сгинут все, кто злоумышляет против хороших и добрых людей, против хороших и добрых народов. Мы будем праздновать, веселиться, придет победа, и будем молиться, и надеяться на помощь Всевышнего, без которого в этом мире ничего не бывает. Но, для того, чтобы пришла победа со Всевышним, нужно, как мы знаем, молиться, нужно изучать Тору, нужно просить его об этом. Я благодарю Равина Мойша Фурлендера за участие в нашей передаче. Прощаюсь с вами только на одну неделю. Мы снова увидимся с вами через неделю на вашем любимом девятом телевизионном канале Днепропетровска. Всего вам доброго. До хранили Всевышнего вас и ваши семьи. С наступающим праздником Пурим. Зайгизунт. Днепропетровска. Днепропетровска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин